Так, друзья мои, если мы теми же темпами будем с вами продолжать и дальше наше знакомство с западными исповедниками, то мы очень далеко уйдем. Так далеко, что заблудимся и не дойдем до цели. Вот как далеко. Но пока еще представляется достаточно туманной наша цель. Мы еще и не сформулировали. Насколько я помню, мы с вами занялись таким вопросом, о которой, ой, не знаю уже, сколько человек зубы поломали. Поэтому берегите свои зубы. Я вам представил несколько точек зрения. И, насколько я помню, мы сейчас с вами, так сказать, не совсем еще до конца разобрали ту точку зрения, которую назвали ортодоксальной точкой зрения. Касающего митрополита Антония Храповицкого, Илариона Троицкого. Идея, по-моему, ее вам стоит ли напоминать? Напоминать. Основная идея ее такая. Вне церкви нет спасения, а церковь очерчивается каноническими границами. То есть, в данном случае утверждается, что человеческие наши границы, то есть канонические границы, они совпадают, совпадают с границами, с границами, будем говорить, церкви тела Христова. Поэтому все то, что находится за каноническими границами церкви, не есть церковь. Поэтому все таинства, совершаемые там, не являются таинствами. То есть, фактически, это христианские общества, некоторые из них даже христианские, хорошо устроенные организации, но не имеющие никакого отношения к тому понятию, понятию, которое мы произносим, как церковь. Вот основная идея этой концепции. При этом, как вы знаете, основывается эта точка зрения, опять-таки, на том же послании святого Василия Великого к Амфилохе, первого канонического послания. И, исходя из этой точки зрения, становится понятным, понятным, по крайней мере, логически объяснимым, как это можно понять, такие взаимоисключающие практики, например, при общении к церкви или отношении к таинствам, к таинствам тех христианских общин, которые не являются церквами. Можно перекрещивать, можно не крестить, и принять, и принять в церковь. Можно перерукополагать, можно этого не делать, и принять в сущем сане. Вы помните? Я просто вам напоминаю, чтобы нам с вами продолжить. Причина очевидная. Какая же причина? Поскольку в этих христианских обществах, а лучше всего, по-видимому, именовать именно так, с этой точки зрения, существуют христианские традиции, традиции не таинства, а традиции существуют, существуют христианские правила, там сохраняются многие христианские начала жизни, то в отношении таинств мы видим совершающимися там формы этих таинств. В чём часто эти формы являются с точки зрения православия правильными, верными, удовлетворяющими тому, что может стоять за формой. В этом случае, оказывается, эту форму можно второй раз не повторять, если это не будет вызвано какой-то особой необходимостью. Можно и повторить, пожалуйста, потому что таинства не было. Но можно и не повторять, чтобы не, как там, он цитирует здесь 79 правила Карфагенского собора, не должно быть поставляемо никакой преграды единению, если, очевидно, польза душ братьев. То есть это смущает, если человека, того же лютерального, ну, смущает его, что его второй раз заставляют креститься. Его это смущает. Он понимает, что лютеранство – это ошибочно. Понимает, что в православии есть истина, так? Но его, тем не менее, говорят, если ты хочешь прийти в православие, ты должен креститься, ибо там нет таинства. Это его смущает. И вот чтобы не смущать его, так говорит здесь, в этой точке зрения, чтобы именно не поставлять преграды психологической, можно принять его в церковь, принять без повторения формы крещения, ибо благодать таинства крещения будет ему дарована в связи, по причине его вхождения в церковь, то есть принятие им православия. Законным будет вопрос, но как же он, принимая православие, неужели он не понимает, что, допустим, что в католичестве или в лютеранстве, если оттуда приходит, что это не таинство? Отвечаю, да. Это непросто понять. И это уже богословская наша попытка понять, таинство там или не таинство. Видите, даже в православной среде мы имеем разные взгляды на эту точку зрения. Тем более там, выходя оттуда, человеку трудно принять вот эту абсолютно строгую точку зрения. И поэтому можно снизойти к его, так сказать, немощи сознания и не делать, не повторять второй раз формы таинства. Крещение или миропомазанное, или рукоположение. Поэтому Иларион Троицкий, например, говорит, что вот та сложная проблема, которая возникла в связи с англиканской иерархией, а вы все учились в четвертом классе и знаете, наверное, там, что какие там были сложности с действительностью англиканских рукоположений. Он говорит, эту проблему можно решить очень плохо, очень просто. Отбросим мы все эти выяснения, кто там рукополагал, какой имел ли право, могла ли там быть благодать или нет. Оставьте вы это. Оставьте. Если бы только, говорит он, англиканская церковь, англиканская церковь, то есть англикания, решили присоединиться к православию и заявили бы, что в православии действительно есть истинные учения, не только истинные церковь просто, а истинные учения, то есть они приняли бы церковь полностью, а не просто по имени, то можно было бы принять всю англиканскую иерархию в сущем саде. Без выяснения вопроса, что там было действительно, что недействительно, и так далее. вот такова эта точка зрения. Она бескомпромиссная в том смысле, что здесь совершенно решительно отождествляются канонические и таинственные границы церкви. Полностью отождествляются. В этом смысле она бескомпромиссна. Что выходит за канонические границы, это не церковь. Вот так. Простите, а как же вы с женским сущенством в данном случае? Ну, это вопрос проще. Поскольку здесь по существу православие отрицает возможность такового, то, следовательно, до тех пор, пока не будет отвергнута эта идея, ни о каком присоединении к православию не может быть речи. Только и все. Только и все. В том-то и заключается присоединение к православию, что принимается вера православная, вера отеческая. Помните? В неделю православия. Вот. А так это что за присоединение? Просто так? Артистический трюк? Нет. В том-то и дело, что это будет просто отвергнуто, и все. Это учение как таковое. Но вы не беспокойтесь. Будет и у нас женское священство. Уже епископ Кальлист, православный епископ Кальлист, он в Оксфорде преподает, он же открыто пишет и говорит о женском священстве православия. Митропейт Антоний Сурожский уже выражает свою солидарность с этой точки зрения, они друзья. Вот. А это все-таки авторитетные люди, особенно митрополитов. Точно авторитетный человек же. Не как-нибудь. Его книги, смотрите, всюду. Или что-то. Вот. Так что я думаю, движение важно, важно брешь пробить. Маленькая дырочка. Вот. А там понемножечку начнется. Конечно, наше сознание очень консервативное, но мы быстро впитываем достижения науки и мыслей. Я думаю, что будет и у нас. Так что не беспокойтесь, вы не страдаете. Будьте вместе в алтаре служить. Да. Двоем. Как хорошо, тем более у нас иконостасы хорошие, крепкие, царские врата с завесой. Ну, так что великолепно у нас будет. Это не то, что на Западе там открыто, там ерунда сущая. У нас все будет закрыто. Так что у нас, как всегда, на Руси мы тут же наголо перепрыгнем. Если уж что, примем. Можете быть спокоены. Мы идем к лучшему будущему. Лихами до начала. Так, хорошо. Ну, вот, это третья точка зрения, которую я вам попытался изложить. Эту точку зрения. Так. Ну, что, по поводу ее также существует критика. Мне кажется, что основное критическое замечание к чему сводится? К отождествлению границ канонических и таинственных. Ну, так и рвется слово мистических. Ну, может быть, здесь оно и можно употребить, это слово. Я против этого слова, когда речь идет о духовном опыте. Там я решительно против этого слова. А здесь, может быть, и можно сказать о тождествлении канонических и мистических границ церкви. То, что для каждого очевидно, и мы с вами говорили об этом, что церковь, конечно же, не может быть описана каноническими нормами. Церковь есть единство в Духе Святом, тех, кто стремится исполнить волю Божию в своей жизни. А видимая церковь наполнена множеством христиан, не только истинных, не только искренних, но и порочных. Порочных, негодяев, лицемеров, фарисеев, книжников и так далее, которые без сомнения можно теоретически сказать, конкретно мы ни о ком не можем сказать, но в целом можно сказать, что они не являются членами церкви. Так же, как распинатели Христа, первосвященники, архиереи, священники, книжники и фарисеи внешне были канонические, принадлежали церкви, но на самом деле теперь уже мы можем сказать, они не были ими. Распинатели Христа не были ими, хотя внешне они принадлежали, конечно же, кто в первую очередь принадлежит, ну что, разве есть вопрос? Не были они членами, они уже были антихристами, а не членами церкви, даже говоря о ветхозаветной церкви. Так и здесь. Так я к чему говорю? Так вот, здесь и возникает сложность опроса. Можно ли отождествлять канонические границы с мистическими? Русская и Константинопольская церкви вдруг разорвали евхаристическое общение, а евхаристия – это и есть таинство церкви. Так, какая церковь из них церковь? Где? Что теперь не церковь или Константинополь или Россия? Или Москва? Пожалуй, никто это не говорит об этом. В голову не приходит. А по существу евхаристическое общение это и есть то, что свидетельствует о единстве церкви. Нет общей евхаристии, нет, значит, там где-то истинной церкви. Вот отсюда возникает проблема, можно ли отождествлять то и другое. Вопрос очень серьезный. Патриарх Сергий в своей статье «Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществом», которое было опубликовано, знаете, когда? В 1931 году в ЖМИП в трех журналах в номере третьем пишет «Здесь недоумение устраняется или обходится, а не разрешается. Гордие узел не распутывается, а просто разрубается. Если инославные имеют лишь пустые формы таинств без благодатного содержания, то разница между ними и иноверцами, евреями, магометанами и прочее фактически только формальные, почему бы церкви не распространить своей экономии и на иноверцев?» Такое он делает замечание. В чем-то, может быть, он прав, а в чем-то, как мне кажется, нет. У иноверцев нет никаких даже пустых форм. У иноверцев нет веры во Христа, потому они иноверцы. Нельзя же смешивать член церкви и верующий. Кто становился членом церкви? Верующий во Христа. Они верующие. Наконец наступал день, когда их приобщали церкви через таинство крещения. Оглашение «Изойдите, до сих пор у нас произносит дьяков. Не знаю, зачем, кому, мне это непонятно». Но до сих пор, по крайней мере, кричит. Хотя никто не исходит. То есть верующий и член церкви понятия разные. Но верующие во Христа и неверующие во Христа по-моему еще более различные понятия. По крайней мере, не менее различные понятия. Поэтому мне кажется, что эта логика не совсем верная. Теперь пустые формы таинств, а там вообще их нет. Где в мусульманстве какое-либо подобие наших таинств? Где в индуизме? Где в иудаизме? Просто их нет. Причем надо же сказать, что в других конфессиях, когда совершаются эти таинства, то как совершаются опять-таки, там же тоже требуется вера. Вера во Христа. А не просто же так. Ну, по крайней на том же уровне, как и у нас. Будем говорить, в идее, в идее. Практически и у нас, сколько угодно, без всякой веры крестят. Это вопрос же другой. А по идее, идея та же самая содержится. Требуется вера во Христа, вера в церковь. Тогда только принимают, даруется крещение, крещение человеку. А сама по себе вера во Христа уже выделяет человека из того общества, которое мы можем назвать иноверием. «Многие, не приняв крещение, причислены к лику святых». Не приняв крещение, слышите, причислены к лику святых. Речь о том учениках. То есть, оказывается, Господь им за их веру, посмотрите, какую веру, за их веру до смерти даровал всю полноту благодати таинства крещения. И церковь изначально в это верит. И почитала их святыми, тех, которые даже оглашенными не были, которые вот только во время мучений других, этот палач вдруг обращался ко Христу и говорил, «Я христианин». И свидетельствовал это свое веру во Христа своей мученической смертью. То есть, получал всю полноту даров благодати Божией, полноту даров таинства крещения. За что? Почему? Только по причине его веры до смерти не принял ни одного таинства. Поэтому, мне кажется, вот это рассуждение митрополита Сергия, оно несколько страдает определенной, так сказать, ошибочностью. тут нет никакого отрисления. Ну, как его точка зрения, мы, кажется, уже с вами говорили, да? Так что тут мне уже повторять повторять ее не стоит. Мы уже говорили с вами в точке митрополита Сергия, последствия патриарха. Оно отличается и от ортодоксального, и от экуменического воззрений. вот. Но у него есть одно одно соображение интересное. Вы послушайте его. Он считает, что таинства у инославных действительны. Таинства у инославных действительны. Поскольку, если по Василию Великому даже раскольники и самочинники должны признаваться по Василию Великому еще не чуждыми церкви, то он говорит, что инославные, они как раз и могут рассматриваться вот в качестве этих категорий. Однако, есть одно но. Он сам задает риторический вопрос. Если у инославных могут быть действительные таинства, то не могут ли они обойтись и без видимого присоединения к православной церкви тогда? Таинства действительно? Это вопрос он понимает. Этот вопрос сразу к нему ставится, поскольку он признает их действительность и отвечает он на этот коварный вопрос следующим образом. Я цитирую его. Пусть у инославных будут некоторые таинства. Пусть они имеют право на имя христиан с вытекающими отсюда последствиями. Пусть они остаются в ограде церковной или даже на паперти. Но в церковной евхаристии инославные не участвуют. Правда, и инославные совершают у себя евхаристию. Но ни мы не можем участвовать в их евхаристии, ни они в нашей. А евхаристия и есть именно единение причащающегося со Христом и во Христе между собою. Значит, если мы с ними в евхаристии разделяемся, которые не будь из сторон совершают евхаристию неистинную. Двух не сообщающихся между собой евхаристии, одинаково христовых и одинаково истинных, быть не может, как не может быть двух христов и двух церквей. Значит, если мы с ними в евхаристии разделяемся, которые нибудь из сторон совершают евхаристию неистинную. Так какая, Константинопольская или Русская совершает неистинную? Верно. Мы сразу это докажем кому-нибудь этим грекам. Мы им дадим. Чувствуете? Что-то здесь не то. Что-то не то здесь. Я помню случай. Это было на одной экуменической ассамблее. Там служили все, каждая конфессия служили, и в частности служили и наши литургию. И там причащались. И вдруг к митрополиту Никодиму подходит одна дама причащаться. Он говорит, нет, матушка, отойдите. Вы православные? Нет. Не англиканка. Ну, так отойдите. А я хочу причаститься у вас. Нельзя. Почему нельзя? Так он ее и не причастил. Возмущение было. Ой, ну что, шкашва. Так он и не причастил ее, инославные. И, так сказать, это просто один из фактов. На самом деле, это постоянное возмущение и обвинение тем, что православные сами ни у кого не причащаются и причащаться никому не дают. В смысле, инославные. Да. Но вы видите, что немножко рассуждение в данном случае сложное в каком отношении. Митрополит Сергий пытается здесь, как мне кажется, оправдать практически сложившуюся ситуацию отношения нашего к таинствам других инославных церквей. Действительно, это любопытный факт. Но факт. Все таинства принимают. Практически. Не перекрещиваем, не вновь миропомазываем, если католик, не вновь рукополагаем, опять-таки, если они аюхаристию не принимают. он констатирует факт. Но это объяснение этого факта вызывает, ну, по крайней мере, непонимание. митрополит Сергий предел сакраментальной благодатности, сакраментальной, то есть связанной с таинствами, вам понятно? Я беру латинское слово сакраменту, то есть связанной с таинствами, когда я говорю сакраментальной благодатности. сакраментальной благодатности инославных церквей видит в евхаристии. И евхаристическое общение по нему является конечным результатом процесса восстановления церковного единства. Этим он отличается и от экуменического воззрения, тем, что отрицает принципиальную равночестность или равноценность всех христианских церквей. Этим он отличается и от ортодоксального чем? Что признает их действительную, хотя и разную в различных церквах сакраментальную благодатность. Он занимает таким образом вот это промежуточное положение между между вот теми точками зрения. Весь вопрос только в том, что эта промежуточность разрешает ли проблему. Он дает свое понимание, но так до сих пор остается непонятно, почему одни таеса можем признавать, а Евхаристию не признавать. Где же границы церкви? Напоминаю еще раз, таинство – это функция церкви. Рождение – это функция живого организма. Мертвые не рождают. таинство – это дары Духа Святого. Значит, что мы здесь, какие вот варианты можем решить? Я к вам обращаюсь. Как тут можно полагать? Что здесь можно видеть? я согласен с тем, что мы не можем рассматривать церковь как или все, может быть, или ничего. Степень церковности в каждой поместной церкви может быть различна. Я согласен. Но есть ли у нас какие критерии, по которым мы можем все-таки сказать, да, вот здесь, вот здесь в этих границах, слышите, граница церковь, вот в этих, по крайней мере, границах церковь. А что за ними, то уже извините меня, но я не могу назвать тот церковью. Есть ли вот эти границы? Мы же говорим о границах. Напоминаю вам еще раз, что догматические постановления вселенских соборов называются орусами. Орус, а слово ори, то есть пределы, границы. Одни говорят, теперь можем говорить, одни говорят, что эти границы очень широкие, и они имеют своим пределом пределом исповедания Христа как Бога и Спасителя. Кстати, базисом Всемирного Совета Церквей является именно это утверждение, что Всемирный Совет Церквей является Содружеством Церквей исповедующих Господа Иисуса Христа как Бога и Спасителя и стремящихся осуществить свою жизнь, свою жизнь, я не помню точно, но вере в Бога Отца, Сына и Святого Духа. То есть эти два основополагающих принципа заложены, заложены, являются основанием я бы сказал такой вероучительной доктрины Всемирного Совета Церкви. Вера Троицу и Христа Спасителя как Бога и Спасителя. Итак, для одних вот какие широченные границы. Для других эти границы просто совпадают границы веро канонические и мистические. Полностью совпадают. Третья точка зрения расширяет эти границы и говорит, что и в других церквах христианских, в которых есть признание тех или иных таинств, в которых есть признание тех или иных таинств, эти таинства возможны за исключением Евхаристии. Вот три концепции. Основных три. Там нюансы есть и другие, но это основные. Три концепции. Что нам с вами делать? Мы же с вами не можем приступить к изучению протестантизма, не узнав, не договорившись, что же всё-таки это церковь или не церковь. Мы, если будет как-то у нас возможность, я познакомлю вас немножко с документом, который был принят на Архиерейском соборе юбилейном 2000 года. Там как раз этот документ называется об отношении к инославию. Вы, надеюсь, его видели или, по крайней мере, слышали. о нём, что он был принят. Мы можем с вами немножечко познакомиться с ним и поговорить о нём. Я вам только сейчас просто вам скажу о самой, так сказать, сути сути его по интересующему нас с вами вопросу. Во второй главе документа, документа, этого документа, глава, который называется «Стремление к восстановлению единства», говорится, что важнейшей целью отношений православной церкви с инославием должно быть восстановление богозаповеданного единства христиан. Но не всякое единство есть благо. Истинное единство возможно только в истинной церкви. Все иные модели единства, вот то, чем мы сейчас с вами, если хотите, обсуждаем. Как утверждается в этом документе, представляются неприемлемыми. Вот об этих моделях я хочу вам сказать сейчас. В этих моделях единства. Что имеется в виду под ними? Первое. Несмотря на исторические разделения, принципиальное и глубинное единство христиан не нарушено. И церковь должна рассматриваться как совпадающие со всем христианским миром. Это вот то, что мы с вами назвали экуменической точкой зрения. Коли христианин значен в церкви. В церкви это есть весь христианский мир. Все именующиеся христианами церкви. В документе говорит, что в этой модели повторяется возникшее в реформации учения о невидимой церкви. Ну, в реформации. Ну, невидимая церковь. Что это церковь? Видимая церковь – это общество людей, а есть невидимая церковь. Второе. В документе говорится о неприемлемости так называемой теории ветвей, утверждающей нормальность и даже провиденциальность существования множества конфессий или множества церквей. то есть утверждается, что эта конфессиональная разделенность является своего рода неизбежным несовершенством христианской истории. Это неизбежное несовершенство христианской истории. Дальше не может быть признана и модель равенства динаминации. Равенство динаминации. То есть, что все динаминации, следом, все исповедания по существу равноценны. и все разделения это только трагические недоразумения. То есть, спор о мелочах. Спор ни о чем. Разделений нет. Это что несогласие это только кажущиеся. Причина этого казания отсутствие любви. неприемлемо понимание того, что инославие отличается от православия только в вопросах второстепенного характера. Что будто бы нет отсутствия единства в вопросах веры, церковного устроя, принципов духовной жизни. Вот эти вот модели. Это просто я вам привожу на основании вот этого документа. Вот. что же мы с вами можем сказать о границах церкви? есть ли вообще какое решение этого вопроса? Есть оросы по многим догматическим вопросам. Оросы, границы. Здесь есть? Можем установить эти границы или нет? вы знаете, вот я еще высказал некоторые соображения и потом, пожалуйста, если кто желает, можете сказать что-то. как мне кажется уже. Мы, конечно же, не можем отразействить христианские общества с нехристианскими. То есть, те христианские назовем экуменическим языком, церкви. Там католическое, там протестантское и так далее. отразить с нехристианскими. Это, конечно, явно, что мы не можем сделать. Это трудно. Так мне, по крайней мере, кажется. Тот, кто попадал когда-нибудь в ино славный мир, видел верующих, общался, тот мог заметить. Там вы встретите множество искренно верующих людей. Я видел, как встречаются католики, те же протестанты, я видел искренне верующих людей в других конфессиях. Они искренне верят во Христа. Они искренне убеждены, что они в истинной церкви, что они причаются именно самого Христа. И не возникает никаких сомнений, когда видишь, что это люди действительно искренные веры. В какой степени они заблуждаются? Мне часто представляются не в большей, чем многие наши простые верующие. Если вы проведете опрос, экзамен наших простых верующих по вопросам веры, ой, я боюсь, с каким чувством выйдете. Впрочем, зачем простых верующих? Достаточно прийти на заочный сектор, на экзамен по догматическому богословию, а простых которые слишком. Значит, что-то дело тут... В чем же тут дело? Где-то что-то другое здесь. Я думаю, что подчас какой-нибудь там лютерайн или католик наверное ответил бы более успешно. И более правильно, по крайней мере, по многим вопросам, чем многие наши православные. Но все это дело относительно и условно. Я не хочу здесь делать далеко идущих выводов. Это было бы просто опасно и неверно. Я хочу сказать о другом. То, с чего мы с вами начали. Церковь не птичка в клетке. То есть, она или есть, или ее нет. У Макария Египетского есть такая интересная мысль. Говорит, церковью я назову душу человеческую. Душа есть церковь. И в этой душе может быть больше благодати Божией, может быть меньше, в зависимости от степени ее ревности в христианской жизни. Вы знаете, эта мысль мне очень понравилась. Душа верующая, но причастность ее церкви может быть очень различной. И церковь в ней может присутствовать весьма различной степени. очень возможно, что, как и говорит патриарх Сергей, церковь в определенной степени присутствует в инославии. То есть, что значит церковь присутствует? Не забудьте опять это великое определение Хомякова. Церковь есть единство в Духе Святом. Человек каждый принадлежит церкви постольку, поскольку приобщается Духу Божьим. Ревностью своей жизни, жизни по Евангелию и покаянием. Так вот, значит, в какой-то степени вот церковь или благодать, то есть Духа Святого присутствует и в инославных обществах, в какой мы не знаем. Не знаем. Значит, первое, что я хочу сказать. Благодать Божия наверняка присутствует там, где есть искренная вера. Искренность веры. В какой степени она присутствует в данной церкви, мы не знаем. Потому что, что значит церковь? то есть в людях, в этом обществе, мы не знаем. По каким же критериям мы можем тогда оценивать? Есть два принципиальных соображения. Первое. Первое. церковь там, где есть истинная вера, истинное учение, опять учение о принципах духовной жизни и основах канонического устройства, где сохраняется еще вот это вот в правильной форме. я сейчас не касаюсь как узнать это и что такое правильное, это вопрос другой. Я хочу сказать, церковь там, где есть учение, правильное учение о вере, основах духовной жизни и принципах канонического устройства. Это вот первое, где еще оно не поврежденное, или, по крайней мере, наименее поврежденное. Это вот первое, очень важное. Второе, не менее важное, поскольку мы даже можем наблюдать, что в Инославии, где нет этой неповрежденности, а где действительно поврежденность присутствует, и мы видим эту поврежденность, так? Мы видим эту поврежденность, но в виде ее, то есть в виде что? Вот в догматических оступлениях и прочих, мы не знаем при этом и не можем сделать никаких логических выводов, нет у нас данных, в какой степени при этой поврежденности данная христианская конфессия, деноминация является церковью, то есть, тем не менее, в какой степени там присутствует Дух Божий. мы этого не можем знать, у нас нет никаких критериев, по которым мы могли бы судить об этом. Отсюда из этих двух положений я делаю вывод. Я делаю такой вывод. Мы не можем никогда сказать, четко сказать, где границы, вот четко видимые границы церкви, так, мы не можем, поскольку мы не видим, в какой мере там присутствует Дух Божий, и потому, и потому, единственным для нас критерием остается, остается, Еринсеном. Это канонические границы церкви. То есть, церковь находится в канонических наших границах. Что за ее каноническими границами, я не знаю. Я просто не знаю. У меня нет возможности суждения. Вы слышите, у меня нет возможности. Я не осуждаю ни лютеран, ни католиков. Я не знаю, что там. Сколько там присутствует какого мира Духа Божьего, пребывающего в них? Я не знаю. Но я знаю одно. Поскольку там повреждено и догматическое, и аскетическое учение, следует ли, там неверное учение. Следует ли, там люди неверно идут по пути духовной жизни. Следует ли, там ущербный путь спасения. Следует ли, там не тот нет полноты Духа Святого? Сколько? Не знаю. Есть ли меры, по которым можем считать, сколько Духа Святого? Нет таких измерений. Что остается нам? Что остается? Я не вижу другого выхода, остается только одно. Я знаю, то, что находится в этих пределах, ОРОС, ОРИ, канонических пределах, это церковь. Что там за границами, я не знаю. И поэтому я не буду причащаться ни у кого. Я не буду принимать крещение ни у кого за этими границами. А как относиться к тому, что там практика различная. Сейчас одну секунду, иначе экзамен буду сейчас принять сразу по западным исповедованию на четвертом курсе. Одну секунду. А как относиться к тому, что там, какие таинства, Буду относиться так, как существует в практике церкви. Вот так. Хорошо. Здесь можно перекрещивать? Ну, хорошо. Ладно. Перекрещивать? Правильно. Будем перекрещивать. Нет у нас, вы слышите? Нет у нас критериев и возможностей. Поэтому приходится оставаться на чем? На канонической точке зрения. Вот здесь орос, вот здесь ори, вот здесь пределы. Что за нее? Не осуждаю, слышите? И не презираю. Нет. Но принять не могу, поскольку это находится за границами. После перерыва я надеюсь мы с вами можем обсудить. Так, друзья, вы что? Кто-то хочет что-то сказать? Вам теперь все ясно? Все границы вам ясны? Теперь у вас нет сомнений? Я надеюсь, теперь вы будете причащаться у всех уже, у всех, поскольку границ нет, то причащайтесь теперь все уже. Благословение только не забудьте взять. А у Юра жди какой о всех? О всех сразу. Владимир Солов говорил, что он он член церкви Духа Святого, по-моему, вот так кажется. Вот так. Ну хорошо. Значит, можем идти с вами дальше. Но вы учтите, серьезные вопросы, они, так сказать, могут возникнуть позднее. И пока у нас будет с вами время, мы обсудим. Время в смысле, пока мы встречаемся. По крайней мере, постараемся обсудить, насколько это возможно. Я вам просто показал, что это вопросы, которые выходят за границы возможных формальных определений и описаний. Церковь выходит за эти границы. А когда выходит за возможные формальные границы, то нам остается единственный способ не погрешить. Это оставаться в канонических границах, придерживаться канонических уже границ. не осуждая и не рискуя на себя особенно много взять в отношении других конфессий. Поэтому митрополит Филарет Дроздов и говорил, что я не рискую ни одну церковь, исповедующую Христа Господом, доименовать еретическую. Даже он так. Понимаете, очень осторожный критерий Иоанна Богослова остается первичным в этом плане. Ну хорошо, вы хотели что-то спросить все-таки? Иоанна есть такое мнение, что говорят, что если раз Христос пришел воплотить, если воплотился на Христос, значит он пришел видимо. И скажем в Патистанции никакой теории приемности там, что есть невидимая церковь невидимая присутствие благодать неприемлемого. То есть значит все, что видимо и тайство. Значит церкви видимой если тайство крещей то есть видимой есть форма и так ну тайство само распрощается то значит должно только проник церкви то, что видим нет ну тут надо до конца продумать потому что то как вы говорите тут пока я не вижу ни особой ни логики ни убедительности потому что Христос пришел видимо и вознесся и стал невидимым. Второе таинство совершается видимым не только в православии во всех тех церквах где эти таинства признаются тоже видимо совершается поэтому я пока еще не нахожу так здесь да ну подумайте подумайте да хорошо может быть удастся сформулировать более так прошу что первое так я же на это и вам и отвечал я же на это и старался отвечать что если мы станем вот на путь на путь законченных логических умозаключений то мы попадаем в пространство где не находим никаких выходов нет возможности решения вопроса у нас нет достаточных совершенно оснований кроме одного никаких других нет кроме канонических там вера есть есть во христа да в тело и кровь да да все да вам скажут все да тогда в чем дело а в то же время есть целый ряд но целый ряд но который ставит под сомнение не вот этот маленький кусочек видите католичество это во громадина а мы взяли вот этот маленький кусочек вот это нос похож похож так ясно ясно кто это человек же а второе мы говорим так обезьян не же нос кусочек нос это или это клеточка нельзя рассматривать вот эти вот вопросы вот так вырвав один кусочек надо посмотреть на католическую церковь что это такое взял один кусочек да есть вера есть форма так надо посмотреть на церковь таинство есть функция церкви функция церкви мертвое не рождает и если это мертвое все мертвое значит все жива эта церковь или нет о степени жизненности вот нам трудно говорить почему я и начал с церкви весь курс вот в чем дело поэтому мы не можем ставить вопрос о евхаристии отдельно о чем-нибудь действительно или недействительно мы с вами еще немножко поговорим об этом сейчас я вам сказал увы мы люди если бы были святые мы прям увидели сказали простите там мертво мы не видим поэтому вынуждены держаться канонические границы что это значит это значит по крайней мере я могу сказать я не знаю я не знаю совершается там таинство или нет я не хочу придерживаться точки зрения там ортодоксальные когда говорят нет я не хочу придерживаться точки зрения экуменические говорят да потому что я не вижу оснований достаточных ни там ни здесь а когда я не вижу ни там ни здесь что я должен сказать не знаю и как же тогда вы будете если вы не знаете скажет мне тот же скептик как же вы тогда будете коли вы не знаете я буду как очень просто существуют канонические нормы жизни моей церкви и пока я там не знаю а здесь я знаю я придерживаюсь того что знаю вот так нет нет я поэтому вам объяснил объяснил мне кажется существует различная практика практика нет канонических норм выработанных вселенскими соборами а существует практика в русской церкви так в греческой этак и в русской церкви то так то этак и в греческой то так то этак и объяснение это мы можем найти я это пытался объяснить мы можем найти объяснение поскольку нет у нас такой совершенно однозначной концепции и не на чем ее построить поэтому мне кажется мы же с вами ищем чего нам придерживаться слышите я вам сколько точек зрения наговорил и вот теперь последнее я вам говорю как мне кажется можете я глубоко ошибаюсь что лучше всего придерживаться вот такого взгляда здесь я знаю что церковь там я не знаю в какой степени они церковь поэтому я буду придерживаться чего того что я знаю у нас таинство там евхаристы спрашивали я отвечаю не знаю поэтому не буду вы говорите эти грибки вот хорошие тут я пробовал знаю они очень похожи извините не знаю в японии каждый год отравляется насмерть какое-то количество людей есть очень хорошая рыбка вкуснейшая рыбка но оказывается попадается точно такая же по виду точно неотличимая смертельно ядовитая и каждый год гурманы отправляются на кладбище несколько человек ежегодно так и здесь да евхаристия та же все но я лучше воздержусь уж не буду я таким гурманом мне попроще хлеб да сало и хватит вот так ну и горилки конечно стопку естественно да а там эти всякие фокусы на что они мне нужны вот так вы говорите вот положим там вы про себя знаете а про них вы не знаете а вы знаете про себя все субъективные убеждения или какие-то есть объективные все-таки факторы потому что вы знаете что здесь все истина а там неизвестно вопрос ваш вполне законный первое что очень важно первое что очень важно я в это верю можете мне обвинять что я вот традиционно поскольку родился поскольку крестился не буду даже отвергать даже не буду отвергать верно и по этой причине и подавляющее большинство людей наших именно только по этой причине верят в это и если ты в это веришь то верю допустим что вот моя допустим ну какая скажу методистская церковь это и есть истинная истинная если ты в это веришь все ты здесь будь осторожен ко всему прочему осторожен в чем ты не видишь не видишь в чем истинность даже более то ты видишь там ложность видишь ложность ты видишь какая ложность в православии какая ложность в католицизме какая ложность в англиканстве у тебя методист у меня методист у тебя ты видишь ну не видишь этих таких принципиальных нарушений с твоей точки зрения с твоей и тогда ты держись в своей церкви если будешь изучать ну и что-то увидишь найдешь подумай Так вот, и я православие говорю, да, я именно потому, что я, во-первых, и прежде всего, верю. И, насколько я знаю, да, в православии нет вот этих изъянов вероучительного, аскетического и прочих проблем, я говорю, в учении православной церкви, которые я вижу в других церквах. А там я вижу принципиальные и серьёзные. Поэтому в сравнении с ними, да, я верю, что здесь истинная церковь. У меня есть основания, значит, и веры как субъективное чувство, и веры как обоснованное на знании того, что я могу сравнить у себя и там. Поэтому я здесь есть, я не сомневаюсь, что здесь есть истинная. И потому я отношусь уже к этому как к истинному, как к правильному. А к прочему, у меня сомнения больше, ещё больше, великие и так далее. Вот так. А вообще, я вам скажу, образование богословское, одна из задач богословского образования вашего всех. Заключается в том, чтобы увидеть, посмотреть объективно, честно посмотреть, действительно, есть ли какие существуют отклонения или принципиальные, какие грехи буквально, принципиальные заблуждения существуют там, там и там. Не исключая, если хотите, так же объективно смотреть и на своё православие. С чего мы начали наш учебный год? С того, что я вам сказал. Рим первая, о диптиху из православных церквей. И стало какой? То есть, ни одна церковь не гарантирует своей непадательности. Поэтому надо быть бдительным и осторожным. Внимательно надо наблюдать. Не дай Бог и нам покатиться туда же. Историческая реальность, о чём говорит? Все церкви сползают. Все. Куда? То, что называют, может, секуляризм, материализм или мамон, или обмерщение. Все сползают. Вы обратите внимание, вот на конференциях, на прочих больших конференциях, собраниях христиан, когда много вы найдёте слов, чтобы говорили о духовной жизни. Вы скажите мне, о чём угодно мы будем говорить. Больной говорит о чём угодно, только не о здоровье. Парадоксальный факт. Такого ещё никогда и не видел. Больные только говорят. У кого что болит, тот о том говорит. Но когда я здоров, когда меня не от чего спасать, я буду говорить им о чём угодно. И все богословские конференции, христианские собрания, о чём угодно, только не о спасении. А чё у нас спасать? Мы самые законченные протестанты, если вы хотите. При всём нашем православии самые законченные. Они уверены, что поскольку они верят во Христа, спасены. А мы самим делом показываем, что мы не сомневаемся в этом. Несчастные протестанты ещё не верят. А мы знаем. Поэтому нам нечего говорить о спасении. Нам нечего говорить о проблемах в духовной жизни. У нас есть вопросы и поважнее. Но это уже лирическое отступление абсолютно. Ну вот так, по этой причине я. А можно ещё как-то вопрос? Давайте. Да, вот я уверен, да? И в то же время мои знания, которые я обладаю, позволяют мне стоять на такой позиции. Но вот если смотреть на реальность, положим, вот, ведь себе, как бы, только нечестный человек, ну не то, что нечестный, всё равно, вот, можно сказать, что, если, положим, он родился где-то там, в Польше, и традиционно был католиком, и даже взял всё изучать и перешёл его прослать. Потому что, если вот смотреть, вот, реально, это же прям буквально единицы какие-то. А даже если смотреть реально, и вот говорить члены в пользу церкви той же, скорее всего, наоборот происходит, потому что уходит в католицизм современный. И вот, положим, я что-то там начинаю сомневаться, начинаю смотреть там отцов, преданий церкви, но его можно настолько по-разному повернуть, а тебе говорят, ты в истинной церкви, смотри, не сомневайся, ищи подтверждений, и найдёшь подтверждений, и найдёшь подтверждений столько, и опять же, где критерии истинности? А если так сказать, если говорить фидеизм, что ли, ну я верю там, и верю, слава богу, всё нормально, буду веровать, укрутся так вот, и, там, кулком в стену, и ничего больше не буду признавать, только что, моя вера, ну что же, буду её оправдывать всячески. Ну реально же, никто не переводится в конфессию, в конфессию, в традиционную, там, ну мало совсем народу. Не переходим по тому, что не ищут, и не интересуются, я говорю, всюду мало интересуются, я вам только сейчас скажу. Мы о чём угодно будем рассчитывать, но не о том, когда это самое главное для каждого из них. Мы верим, как бессмертно, как бессмертно верим. Верить в Бога, верить в вечную жизнь, я думаю, сколько не интересуются. Мало людей, которые искренне, искренне, я вам скажу, интересуются теми, кто называется истинка. Очень много. В начале 20 века, когда вот была такая сильная тяга, очень многие к этому стремились, паразитые. И вот как я говорю, я говорю, в 1931 году этот принятел нахрис в лесах. Что предшествие еще какого было, это просто паразит, каково было искание истинка. Просто где удается? Где все-таки? Всюду, в основном теплотвало. Типлый, плавно, качает, в городе, в городе, в городе. Вот, в основном, на жиле. И где родился, там и пригодился. И больше, к сожалению, ничего. Вот, а христианство, как раз это религия, которая призывает человека искать истину. Да, истина, чем отличается от авторитета? Запомните, ради Бога, авторитет не сметь рассуждать. Я сказал, в конце концов, я профессор или кто? А вы кто? Ничего не знаете. Не сметь спорить. Авторитет приказывает закрыть глаза и слушать, что вам сказано. Истина взывает. Посмотрите. Ради Бога, посмотрите. Вы посмотрите. Истина требует открыть глаза. Авторитет – закрыть глаза. Поэтому православие, как таковое, я говорю, по сути о православии. Оно как раз взывает человеку. Изучай отцов. Читай, смотри, слушай, сравнивай. И ты увидишь, ты увидишь, где она есть истина. Да, она в православии. Не в православной, вот, действительности, в которой мы найдем все, что угодно. А в православии. И я думаю, что очень многие, кто по существу, много людей, которые по существу действительно вот так искренне интересовались, они находили это. Блестящий пример Бринчанин. Ведь он же получил, вы знаете, что-то почти безрелигиозное воспитание совершенно. Этот аристократ. В этом военном училище, что там, это светская абсолютно публика. Кого он читал и что читал? Западных. Потому что все были увлечены Западом. Прекрасно зная латинские, греческие языки, он в подлинниках читал. Поэтому он пришел сквозь, если хотите, сквозь дебри он пришел в православие. В Флоренске вообще в атеистической семье воспитывался. Вообще в атеистической. Там о религии не принято было говорить. Отец православный, мать армянка. И чтобы не вызывать никаких нестроений в семье, молчание. Молчание. Просто атеистическое. Не антирелигиозное, а атеистическое. И многие люди, которые действительно искали, искали и соприкасались, наконец, с православием, соприкасались, находили возможность, они убеждались и приходили сюда. Вот. Но это удел, вы правы, очень немногих. Почему? Удел. А большинство так и остаются в своей вере. Так и остаются. Ну а что из этого следует? Из этого следует только вопрос о спасении. О спасении. Спасутся они или... Это вопрос другой. Это другой вопрос. Можно об этом только сожалеть, что мы такими не интересуемся. Алексеевич, еще какая-то... О, все, падаю в облак. Молодец. Можно поговорить, что вот как бы истинно предшествует авторитет. А вот блаженный Агустин в своей мнении о истинной вере... Нет, я не сказал, что предшествует. Я сказал, что я показал различия между тем и другими. Ну, не знаю. Ну а блаженный Агустин в своей мнении о истинной вере, он как раз наоборот пишет о том, что только принят авторитет церкви, человек может прийти в истине и не наоборот. Как раз. И то, что именно церковь это авторитет для человека, и только последствия авторитета, видя, что церковь фото на степу Христова, она может прийти в истине и не наоборот. Я вас понимаю. Не смешивайте сути дела с процессом дела. Для ребенка, конечно, авторитет учитель. Для ребенка, конечно, авторитет папа и мама. Но авторитетом они являются, должны являться до тех пор, пока он не станет взрослым, и сам не сможет об этих вопросах уже рассуждать, видеть их и оценивать их. Вот. Вот о чем идет речь. Речь об авторитете истине тогда, когда человек уже способный к рассуждению. А ему говорят, не сметь рассуждать. Когда он способен думать и оценивать, он говорит, не сметь. Кстати, во всех секторах это так. Во всех. Там самый главный этап – не дать человеку рассуждать. Избавить Бога. Потому что он может тогда свихнуться и уйти из сектора. Что вы? Лже старцы. Точно сам этим занимаются. Послушание выше поста и молитвы. Не знают ни что такое послушание, ни что такое смирение. А дисциплину. Жесткую, лагерную дисциплину. Вот это авторитет. Вот о чем идет речь. Христианство призывает человека к свободе, лже-христианству и лже-религии к рабству. Кому? Человеку. Вот в чем дело. Поэтому речь идет не о том, что о процессе. Здесь, конечно, начинается всегда с какого-то авторитета. Это неизбежный процесс становления личности. Когда начинается с авторитета, доверия кому-то, до тех пор, пока человек сам не узнал всего этого, и оказывается способным уже судить, судить об этом. Я говорю о самом принципе авторитета и истины. О самом принципе. Авторитет запрещает не сметь свое суждение иметь. А истина говорит – иди, приди и виждь. Вот примерно. Я эту мысль хотел высказать. Ну хорошо, друзья мои. Хорошо. Итак, я хочу сказать два слова о своей методологии курса. Вам всем прекрасно известно, что протестантизм есть законно рожденное чадо католицизма. Чадо, с которым были даже войны, и крики, и вопли, и все что угодно. Вы знаете по истории. Но это, еще раз говорю, законно рожденное. То есть, это логическое следствие католицизма. А следствие иногда бывает так, что из одной крайности в другую прыгают. Ничего удивительного в этом нет. В нашей человеческой психологии это заурядное явление. Когда мы от одной крайности в другую. И именно другая крайность только тогда и появляется. Когда здесь мы дошли до крайности. Монофизиция ведь не случайно появилась. А именно, как ответ на нестарианство. Трудно оказалось вот дойти до середины и остановиться. И это у нас довольно часто. Когда мы спорим друг с другом, мы сразу с человеком, с которым не соглашаемся, мы приводим прямо противоположную точку зрения. Что это? И приводим абсурд. И торжествуем. На самом деле крайности одинаково неверны. Так вот, о методологии. Первое из наших утверждений. Протестантизм это законно рожденное чадо католицизма. И отсюда я хочу вам так предложить свои рассуждения. Я буду сравнивать, не просто давать протестантское понимание этого или иного вопроса. А хочу дать его таким образом. Католическое, протестантское и православное. Чтобы мы не просто знали, в чем там с нашей точки зрения ошибочность. Что там неверно, что там неверно. А чтобы еще мы поняли, а как же верно-то? По крайней мере, как мы думаем верно? Можете, мы ошибаемся? Я не хочу уж так настаивать. Но я хочу показать, а как же мы-то смотрим? Учтите, что очень долго, очень долго, а почти всю историю мы боролись с протестантами, аргументами католическими, а с католиками аргументами протестантскими. А когда нас спрашивают, а вы-то как? А мы не знаем, как. Так вот, мне хочется именно сейчас с вами именно так заняться. Насколько я, так сказать, ну, что ли, немножко знаком, вам очень и очень неплохо, так сказать, пройтись по тем задам, которые, как кажется, ну, вам, может, более-менее известны. Потому что иногда на этих задах что-то тени появляются, а иногда даже и темные, темные впадины. Вот. И в связи с этим мы так с вами и будем. Все три сразу. Все три сразу. Когда я называю теперь протестантскую точку зрения, что я подразумеваю? Вы знаете, опять-таки, что протестантизм в силу того принципа субъективизма, который был заложен в основу его веры, рассыпался, как горох. Начал рассыпаться уже в шестнадцатом столетии. Чем дальше, тем больше. Сейчас уже он, я не знаю, сколько у него направлений. И каждый день возникают и новые, и умирают другие, и так далее. Нет тут предела никакого. Поэтому, когда я говорю о протестантизме, то в данном случае я буду говорить о тех основополагающих моментах, которые остаются основой, по крайней мере, для большинства, большей частью даже, для подавляющего большинства всех протестантских направлений. Детализация – это уже, знаете, нужно заниматься специально чем-то такое. Это уже вопрос, так сказать, времени и интереса. А вот по существу мы должны оценить протестантский фундамент в принципе. Но не просто оценить, а посмотреть и на католичество, и, конечно, понимать православное видение этого вопроса. Вот так. Я думаю, что это не бесполезно. Кстати, я хотел вас спросить. Да, вы, вот, я уже спрашиваю, по-моему, вы мне говорили, что вы мало занимались католической доктриной, да, вероучением, да, отличием католицизма от православия, в плане вероучения и прочее. У вас времени не очень-то хватало, наверное, так кажется, да? Или достаточно? Я просто это спрашиваю, чтобы знать, в какой... В академии, я не говорю, в академии. В семинаре. Да, в семинаре. В семинаре. А, ну, в семинаре это было так давно. Это ваше предыдущее переуплощение. Ну, хорошо, я дело в том, что думаю, что, вы знаете, сравнительное богословие, оно тем полезно, что здесь есть возможность, ну, немножечко вспомнить и о своем православии. Как же мы смотрим по тому или иному вопросу и ответить на многие вопросы, вопросы к нам, со стороны западных христиан. Есть много вопросов, вы не думайте. Вот на собеседованиях такие вопросы ставят, что надо, надо, действительно, заставляют думать. Ну, хорошо, мы с вами начали с вопроса о церкви. Это вопрос, действительно, как видите, очень важный, и без его решения нам очень трудно продолжать идти дальше. И вот в связи с этим я бы как раз и хотел, хотел бы, так сказать, обратиться к этому вопросу и посмотреть, как он рассматривается в католической, протестантской и православной, мы с вами уже познакомились. Откуда возникло протестантское учение о церкви? О нем поговорим. Откуда оно возникло? Она возникла вот из той крайности, до которой его довел католицизм. Я думаю, что здесь ничего нового я вам не скажу. Ведь фактически католицизм, католицизм низвел учение церкви до учения о Папе. Решение Папы, как вы знаете, Первого Ватиканского собора в Оси, решение Папы сами по себе, а не согласие церкви – суть неизменная. Вы слышите? Решение одного лица – сами по себе, а не согласие церкви. Хотя зафиксировал эти слова Первый Ватиканский собор, это 1870 года, однако это учение, если хотите, этот догмат является неизменным в католицизме с самого начала возникновения католицизма как такового. Вы историю хорошо изучали в католической церкви и можете привести множество великолепных иллюстраций, сильнейших иллюстраций того, как этот принцип декларировался в католицизме. Для нас очень важно вот что – сведение к одному лицу всей сути церкви. Никакой собор и никто и ничто не может стоять над решением Папы экс-катодора. То есть, когда он обращается к церкви как верховный пастырь и учитель. Это очень важно. Второй Ватиканский собор в своей конституции о церкви усилил это положение. Было бы время, конечно. Я вот когда читал, я просто удивлялся. Что вы? Все ожидали от Второго Ватиканского собора уменьшения, снижения этого. В какой-то степень даже отказа. На самом деле произошло усиление. Сейчас ситуация даже такова. Если Папа трижды в своих выступлениях, в публичных выступлениях, трижды утверждает какую-то идею, трижды идею, вероучительного порядка, она уже является идеей экс-катодора. То есть, божественного откровения. Причем все это не имеет никакого отношения к личной святости первосвященника римского. Все это имеет малое отношение к тому, в какой степени он сам даже богословски образован и интеллектуально даже достаточно развит. Это не имеет никакого значения. Папа – это своего рода оракул, говорящий оракул. Вот теперь и станет понятным протестантское понимание церкви. Не только историческое понимание, но и по существу. Протестантцы отвергла бабство не только как институт церковный, но и самое главное, как институт вероучительный. Решительно отвергла. И, в общем-то, мы православные с этим согласны. Верить вероучение, провозглашение божественных истин одному лицу такого церковь никогда не знала. А если бы она знала, тогда не нужны были бы Вселенские Соборы. Протестантизм, отвергнув папизм, утверждает нечто другое. Он объявил церковью с одной стороны нечто невидимое, то, что существует скрыто от человеческого взора, то, что пребывает, образно говоря, на небе, поскольку Христос вознесся своим телом на небо. С другой стороны, протестантизм утверждает, что церковь есть общество людей, имеющие единство веры, таинств, иерархии, структуры, управления. Фактически, это определение и перешло в наши катехизисы. По крайней мере, в значительной степени мы взяли именно протестантское понимание в этом отношении церкви. В чем ошибочность протестантского взгляда? В том, что оно носит ярко выраженный нестарианский характер. Католическое понимание монофизитское, если хотите уж, если выражаться в христологических терминах. Там все сводится к Папе, как наследник, как наместник Христа. Все, что Папа говорит, говорит Бог. Человечность Папы не имеет никакого значения. Вы слышите? Никакого значения. В вопросах вероучения человечность Папы отсутствует. Там говорит Бог и все. Протестантизм, протестантизм, видите, как произошло? Тут немножечко наоборот, чем в христологических дискуссиях. Протестантизм прыгнул обратно и впал в нестарианство. Он разделил человеческое общество и церковь невидимую небесную. То есть церковь церковь спасенных, церковь спасающихся, церковь святых. Это нестарианство привело к весьма нежелательным процессам в протестантизме. из него проистекли из этого понимания церкви целый ряд положений, которые протестантизм отделили еще дальше от учения единой вселенской церкви первого тысячелетия. в чем выразилось это? В том, что в протестантстве видимая церковь как общество людей, как организация, существующая в конкретных исторических условиях, оказалась вероучительно, вероучительно, а не как-нибудь считающим себя подчиненным государству. Это одно из интересных моментов. Это же общество людей, а не что-нибудь. в этом обществе людей сами таинства оказываются действительными и действенными при условии их при условии не их связи с церковью небесной, а при условии соблюдения той главной идеи, которой присуща протестантизму. Именно идеи веры и осуществления самой формы этого таинства. Происсякает это из учения о вере как единственном условии спасения человека. Сами таинства оказываются ничем иным, как неким предатком, не средством спасения. Вы слышите? Не средством спасения, поскольку они совершаются здесь, в земной церкви, в видимом обществе, а знаками спасенности в этом существенные отличия или специфика протестантского понимания. Это знаки спасенности, а не средства, а не средства, не одни из средств, по крайней мере, спасения человека. Потому что спасение его заключается совсем другом. Вот, в связи с этим очень важна власть в церкви, идея власти в церкви, идея и идея управления церкви. В протестантизме опять-таки прыжок от единовласти и папы, власть и управление в церкви переходит к парламентской, если хотите, системе. Те собрания, которые имеют место в протестантизме, они носят парламентский характер. И там вырабатывается не доктрина церкви, а модель отношения церкви к тем или иным проблемам или точка зрения по тем или иным вероучительным вопросам. Почему не доктрина, а модель потому что никакой непогрешительной властью это собрание также не обладает, поскольку эта церковь земная. Земная церковь по протестантизму не является носительницей истины. она есть собрание только людей верящих в истину, но она не является носительницей истины. Причины этого совершенно очевидны, поскольку источником вероучения является только Священное Писание, А понимание Священного Писания есть акт личностный и никакого авторитета высшего не существует. Никакого высшего авторитета не существует. Следовательно, любое, если хотите, понимание вопроса веры и вопроса жизни в конечном счете сводится к личностному восприятию. Поэтому протестантизм – это религия модели, а не религия догматов, догмата. Если католицизм – это религия догмата, исходящая от Папы, то протестантизм – это религия модели понимания того или иного первоучительного и прочих вопросов жизни. Вот этот субъективизм, заложенный в основании протестантизма, он и привел к тому, что Библия в протестантизме в разных протестантских направлениях понимается по-разному. Есть серьезные разногласия, есть главный принцип очень важен. Библия – высший источник. Понимание Библии зависит от человека. Человек выше всего. Если хотите, протестантизм – это религия протагора, того древнего греческого философа, который произнес известную вам формулу «Человек – мера всех вещей». протестантизм – это религия антропологическая, то есть человеческая, в отличие от, я бы сказал, человеческая религия, в отличие от богочеловеческой религии православия и теократической религии католической. Церковь протестантизме антропологична, в католицизме теократична, в православии богочеловечна. В протестантизме таким образом по вопросу церкви можем сказать, у нее нет вот того, той реальности, что мы называем церковью, которая является хранителем истины. Нет этого. Если человеческое общество, оно существует в истории, оно меняется, а мнение каждого члена церкви может быть различным, то мы не можем говорить о какой-то истине переходящей, постоянно существующей и передаваемой в церкви, ибо нет церкви как хранительницы истины. Вы понимаете? Вот это очень важный момент. В Риме это Папа хранит истину. В православии так называемое священное предание. В протестантизме нет инструмента, который был бы хранителем истины. Называется одно Библия. но но сколько голов столько и понимания Библии. Вот эти очень важные моменты. В католицизме церковь это Папа. В православии церковь это, если хотите, священное предание. я не говорю об этих словах тела Христова, здесь все согласны. В протестантизме церковь это Библия. Библия. И поэтому мы видим, мы видим, как легко распался протестантизм на множество церквей, на множество Библии. Множество именно Библии, потому что толкование в каждой динаминации протестантской Библии свое. В протестантизме церковь перестала быть источником и хранителем, хранилищем истины как таковой. Поэтому по всем вопросам догматическим, пастырским, церковно-учительным мы в протестантских конфессиях находим различные и часто очень различные учения. Еще один момент. В протестантизме церковью называется общество людей, объединенных единством веры. Поэтому оказывается, каждая община протестантская самодостаточна. Самодостаточна каждая община. Каждая из них претендует на свое собственное приятие Духа Святого и потому собственное понимание Библии и жизни. Отсюда самым, пожалуй, закономерным явлением протестантизма является конгрегационализм. Конгрегационализм. Что подразумевается под конгрегационализмом? Это не что иное, как утверждение того, что каждая община, то есть каждое собрание верующих, каждое общество верующих, оно совершенно самодостаточное. И оно может обходиться, если хотите, без всякой связи с другими обществами. По крайней мере, для спасения совершенно не нуждается ни в каких связях и контактах с кем-либо. Протестантизм отрицает идею преемства. он утверждает о том, что Дух Святой присущ в достаточной мере, в достаточной полноте в каждой общине и, если хотите, в каждом верующем. Связи между земной церковью и то, что они называют небесной церковью, нет. Нет. Ее нет. Эта связь, по крайней мере, ну, практически нереальная, несуществующая. К небесной церкви принадлежат все те усопшие. Святые, конечно. А связь молитвенная между живущими и умершими отрицается. Именно протестантизм отвергает молитву святым, отвергает молитву за усопших. Отвергает. Тут нестарианство, доведенное, я бы сказал, до таких пределов, которых, пожалуй, даже и сам нестари никогда не предполагал. Что там все-таки была связь Сына Божия с Иисусом человеком. Здесь уже и эта связь отрицается. Нет молитвенной связи между земной церковью и небесной. Никакого молитвного обращения к святым, никакой молитвы за умерших. Все это отрицается решительно. конечно, вопрос задается протестантам, где же была церковь до лютера. Потому что, как известно, лютер отверг католичество как церковь. Более того, лютеранство и протестантизм в целом утверждают, что церковь была только в первые три столетия. И все. И потом она оказалась возобновленной лишь в XVI веке. Ответ. Церковь была едва приметна. спрашивает, где она была едва приметна. Они на это не дают ответа. То есть, с одной стороны, считают, да, вера христианская соблюдалась и в какой-то значит, мере в той же католической церкви значит, ну, наличествовал элемент церковности. Но церковь как таковая, она возникла, воссоздалась только во времена реформации, когда стала возможным жизнь, самостоятельная жизнь каждой христианской общины без подавляющего авторитета римского первосвященника. Хорошо.